Друзья, всем привет! Привет! Время 3 часа, наверное, уже 10 минут четвертого. Вот такой вот рассвет. И я забрался в такие очень диковатые места. Сюда пробраться не каждый может. Это ручей, который втекает в реку и образует некий ерик. Ерик довольно глубокий, травяной. Проходит через лесной массив. Вода остывшая. И я надеюсь, здесь еще даже не было нереста. Потому что вода холодная из большой глубины. И как бы течение, плюс вот этот тенек. Вот. Сейчас я выбираю место. Мест не так много, как хотелось бы. Вот. Но тема-то и ценнее. Смотрите, какой восход. Все в России. Хорошее место. Вот видите, вот сам ерик. Здесь идет сразу же глубина. Вот. И с середины начинаются кувшинки. Как раз здесь и должен лазить карась, линь. Вот. И на той стороне тоже камыш. Тоже вон там везде лазить. Дона здесь тоже под камышом. Сейчас я две рогатульки вот здесь поставлю. И буду ловить вот здесь вот у этих кувшинок. 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 в первую очередь закармливаем насадки червь и парашка . вот здесь вот видите начинаются кувшинки и вот здесь буду и закармливать туда кидать . . . . . . Субтитры делал DimaTorzok Комаров вообще полно Туман стелется, о, красота, птицы поют А я готов Еще я вот здесь вот присмотрел одно место Вот здесь видно, что рыбачили Но тут кувшинки далеко Видите, там плещется На той стороне, где камыш Вот волна расходится Там прям ходит, ходит То ли икромет, то ли чего Но кувшинки далековато У меня в принципе есть эти закидушки В спиннинге Можно будет попробовать здесь На спиннинг Кувшинки Кувшинки Что прошло где-то Минут 25-30 Пока реакция никакой Одна поклевка была Акунка поймал мелкую Все Камыш не шевелится Не плескаются Такие единичные всплески Вот Чуть пока не очень Ну ничего, может сейчас Просто прикормил обильно И чуть попозже подойдет рыба В общем жду В целом здесь очень круто Птицы поют Птицы поют Так вообще Туман Тишина Будет жара сегодня И наверное Рыбалка будет короткой Буквально до 10 часов И все Дальше будет невыносимо Ну вот пузырики пошли Чуть какая-то рыбка подошла Скорее всего Вот и появилось солнышко Сейчас в лицо будет Греть так сказать Жарить Ладно Надо наслаждаться этими моментами Вот это конь Вот это конь, ребята Вот это конь Вот это лапоть Класс Ну небольшой, конечно Но классный Очень классный карась Вот, ребят, только закинул Вот такой карась Такой гибрид прям Ух Вот это борьба Класс Сначала есть Пучок я делаю Вот из двух Вот таких вот червячков Вот такой вот Вот О, на вторую удочку Вот он сам ерик И видно И видно Что здесь все В кувшинках В камышах И карась прям Плещется Плещется Везде здесь Очень крутое место Классное Ну и карась И здесь очень крупная Ну я думаю Вы сегодня это увидите Садочек 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 Укунек попался, разбойник, что отпустить тебя? Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, здесь вот опарышня садил, а на второй крючок сейчас траппер насажу. Тут какая-то тишина прям. Вот на ту сторону в камыш. Вот, на спине поклевка. Понятно, подлещик. Вот у меня один спиннинг стоит. Я туда вот камышам забросил. И второй спиннинг. Колокольчики я не брал. Не нравится мне с колокольчиками, с этими. Клюнет, кому же затрясет. Ну и две удочки. Что такое? Что-то вообще, то ли мелочи, непонятно. Тут есть. Опять мелочевка. Нифига себе мелочевка. Вот это да. Вот это бонус. Офигеть, ребят, он даже не сопротивлялся. Представляете? Вот. Круглый. Вплеска просто провисла. Вот. Я ее подмотал. Она и опять провисла. Е-мое. Тут вот такая скорость. Карасик сидел. Нормально. Стал солнце прогревать, видимо. И активно. Что-то он это какой-то. Что-то не шевелится даже. Пусть и кормят, что ли. Ну вот такой вот монтаж. У меня здесь грузик 35 где-то сантиметров. И на кормушке вот прикормка. И здесь траппер на поводочке. Я его втыкаю вот так раз. Чтобы он при падении только отлетал. А когда летит, не путался. А сюда вот опарыши чик воткнул. И все. Телеска провис. И начинает чик-чик дергаться. Это либо мелочь. Кормушку. Ну, под камышами он там. Вот так вот. Так провисла. И когда клюет, она вдруг-круг начинает дергаться, провисать. Никакого сигнализатора не надо. А клюет на поплавок. Вот такой вот корм у меня. Дунаевский тоже. Сейчас я чуть-чуть тяну щепоточку по поплавкам. Вертолет разлетались. Вот такие вот все поклевки. Чуть выложит и обратно. Что-то дергает он. Я жду прям хорошую подтяжку. Тихо. 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 И. Вот что это выкладывало Это ж подлещик Ладно, отпустим Живет Субтитры добавил DimaTorzok Есть 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 Опарышем соблазнился Опа Нифига себе, ребята, кого поймал Леневский Жирный Класс Вот это да Жирный такой Класс Ленек Я сто лет не ловил уже оленей Смотрите, какой классный Вообще супер рыба Что, друзья, сработал опарыш Как это ни странно Хотя Основной акцент я делал на червя сегодня А получил в итоге множество холостых поклевок Вот Ну вот сейчас попробую У меня, правда, мало опарыша Но Сколько есть Поставлю Супер вообще Два часа мучился Подсекал Что-то там Опарыш поставил И пошел Продолжение следует Matthew Возьмите. хорошо ударил хорошо ударил на опарыш не зря все-таки закидушки закинул потихоньку нет нет да выдергивая прикормку придется выкидывать все смотрю нет нет да дернет вот у меня кончик спиннинга и сию от леска пошла я вижу она же натянута когда чуть поклевки она тут начинает ли провисать либо дергать вот то есть ну не промажешь вот второй здесь спиннинг еще когда сильно дергает то прям камыш такой вот этот сигнализатор ну друзья клев потихоньку пошел хотя жара наступает должен наоборот убавляться клев но покажет нормально вот на поплавочную удочку так себе честно говоря вот на убийцу карася намного лучше я думаю может быть занять вот соседнюю полянку и кидать вот туда вот в тенек как будто стоит вот именно у таун под деревом в теньке вся рыба а здесь даже нет шевеления там то всплеснется то еще и что-то ну ладно сейчас еще посижу посмотрим да красиво здесь такие кувшинки классные очень круто рыбачить красиво здесь Продолжение следует... Вот за этими кувшинками здорово пузырит, вот видно, что там рыба ходит вот под теми кустами, вот здесь под деревом, туда и надо кидать. Здесь вообще что-то... Вот здесь, кстати, за крапивой можно будет спрятаться от жары. Вот. Попробуем с этой стороны. Здесь вообще как на ладони, всё это перспективное место. Чуткое. Чуткое. Попробуем. икорок потихонечку расходуется шо надо будет просто выкидывать опарыш держится на крючках тоже нормально мелочь долбит но не засекается вертолет разлетались вот а здесь есть еще один прогальчик я вот туда это получается практически посередине вот так вот занял я новую поляну вот и теперь у меня очень удобно закидывать за те кувшинки за которым я ловил вот они вот здесь два таких прогала один там сплошной я кидаю на край кувшинок один кидают до камышам подальше под куст вот этот пенни закину вообще вот так на пробу ну наверное будет чуть ближе кидать и удочки так на всякий случай уж они разобраны на пусть стоят но я думаю скоро соберу вот попробую здесь не знаю что получится будет ли клевать но что-то на поплавок как не очень жара начинается но здесь у меня крапива вот с этой стороны сбоку я здесь могу сейчас так вот вы кашу наверно и в теньке буду сидеть я бы думал будет нормально и увижу еще поклевку так 1 поплавка не делся вот а вот он куда делся ладошечник это да и друзья какой малыш попался такие редкость круглые стоящие даже не гибрид вот эту я думал зря и поплавочки закинул окажется он чё не зря теперь понятно что клевала так выкладывает красиво потекая не оказывается этот мелкий карасик здесь чувствуется что обсасывает что-то то ли мелочь что ли крупняк кормушку ходуном кончик ходит здесь тоже были поклевки плохие нет нет додернуться но мелочевка активизировалась ребята время пол восьмого жара не снимаю костюм потому что здесь хотя бы шея защита защищена сейчас на все-таки разденусью в крапиву сюда сяду немножко в тени общественно поплавок был была поклевка общем я забросил и стоит где-то минут 15 я буду доставать заново насаживать и забрасывать пробуйте разные глубины удаления потому что здесь идет яма а потом выход на камыш на миляк вот у меня половина ну некоторые закинут на миляк некоторые на свал некоторые на глубине посмотрим где будет поклевки кухну жара и и и и и и и и вот видно насколько большая разница глубин вот закинуто в одном направлении но это уходит прямо вон вертикально вниз туда а это идет по вдоль вот возможно еще немножко на кувшинку накинул но в целом там тоже миля под тем берегом вот этот кабан это кабаняра ух я перешел жара казалось бы а поклевывает класс топарика заглатывает жара вообще же садочка прибавляется линька я решил отпустить вот пока он как бы еще нормально живой ну чем мелкий чую брать надо лишь ловить то полтора килограммовых надо добавить парик свежего пусть шевелится в этом 5 раз обсосали ну да сопли вон одни вот все поклевки были на переднем крае нами линии фига видимо все-таки теплая вода вот так прям на край в общем перенес я сюда все три удилища вот в том направлении за теми кувшинками только клюет я чайку нам попью уже остывший такой хороший перекушу я думаю час и все жара невыносимая думал за крапивой спрячешься солнце поднялось высоко и все равно палит менять место уже не буду тут ударила такой удар и провис жалко а тут очки сложу и вытащил вот эта поклевка чуть удочку не выдернула реально вот это карась эти заглатывать так опарыша какая поклевка дикая кое-как удочку схватил и видно лично непонятно вот там вот тина лежит вот это вот если просто ловить на поплавочную то это все проваливается вместе червь и грузила проваливается вниз а это получается она вот упала в тину и натянулась и поверх легла и он чук-чук-чук собирает от кормушку видеть так так долбит долбит но когда карась берет он аж вырывает удочки что ждем нормальную поклевку не успел блин чуть опоздаешь все он видимо выплевывает чувствует не успел а 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 у мы соответственно не это да думаю может мелочь вот такая мелочь за ребят супер рыбалка главное так тюк 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 потом как даст видимо трогай трогай трогает а потом засекается и как идет класс карать вообще кстати кидаю прям самую яму я уже кувшинкам не добраться вы потихоньку стараюсь то прикорка подсохла и все равно нормально в яме к состоит смотрите как я делаю стараюсь прессовать чтобы в момент удара в воду все осталось на своих местах подсаживаю каждый раз где-то по два пара что есть отрываю и вот сопли два свежих вешаю получается пучок остается большим потому что надо большой ему чтобы он засосал это дело ну и увидел и почувствовал главное вот такая вот так вот как нибудь вот здесь в углу и прям вот так прижимаю и все это как единое целое она конечно при ударе обводу то отлетит но и ладно главное чтоб пока летит к месту улова она перепутается то он закручивается и платка вообще не остается собрался я не через себя а вот таким вот раз движением раз это высоковато получилось ладно там самый карась еще получается что он клюет на эту получается что в одни и те же точки кидаешь и корм постоянно остается остается там мелочевка бродит и видимо это тоже привлекает карася и как-то он в одном месте вот эту я кидаю как-то то сюда то туда но пока вот нет поклевок ни одного я не вытащил на эту сейчас вот ее надо кинуть чуть дальше вот туда опять же к этим кувшин только чуть короче подальше так дерево то что-то вообще тишина что подсадчик разбирал без подсадчика достаю все хорошо садится карасик вот здесь провис ай-яй-яй-яй как провисла клевала в общем клюет только вот здесь вот в этом промежутке кувшинок почему-то сюда я буду закидывать но тут осталось мне полчаса пробачить что друзья жара неимоверная вот но я рыбалкой доволен пусть не так хорошо клевал на поплавок но я как-то адаптировался понял что здесь такая тина и тряска начал ее вытаскивать вот и оказалось что можно принципе ловить и в таких условиях вот результат такие вот кабаны хорошие это он выскочил как-то он выскочил нифига у меня что-то двух нету было восемь стало опять вон что нифига тут открыто не замок сломался линька я отпустил вот считаю убежала еще пару карасей ну и ладно на жарёх все равно ловил карась хороший всего один был грамм на 800 сами 600 500 400 вот поклёвки вот на убийцу карася просто мощный то есть можно ловить вот такой вот тени где есть трава и это круто все получается обычная прикормка используется вот я пробовал траппер и номер мелочи долбит из садится сама на крючке вот просто опарыша кучу опарыша он его засасывает и все нормально то есть прикормка действует он как бы ее начинает есть и засасывает в итоге берет этого опарыша все элементарно они 5 6 а нет 5 ну это что и маленького маленького надо отпустить чё из курсе это 5 карасе осталось крупный убежал все я начинаю собираться есть понравилось палец вверх и всем пока хух ну жара еще поклёвочка институт